Здравствуйте, с вами дядь Гоша. Ну что, продолжаем тащингер на гибунгер за Россию. Мы тут уже аж вот до отсюда. Господи, какая же Россия огромная, вот. Вообще просто гигантская. Это мы ещё тут сейчас всё захватим. Ну как, прям сейчас? Нам надо ещё свои внутренние проблемы решить. Ну, собственно, их недолго осталось решать. Эээ, да. Эээ, бом-бом-бом. Да. Проходите. Представители Священной Римской Империи. Уууу. Московские националисты? М-м-м-московские? Эээээ. Класс. Ма-ха-ха. Ма-ха-ха. Ну что, поддержим их? Нифига ж себе, господи, да тут польские националисты. Представляете, где московские-то? Где московские-то, я не понял. А, вы московские? Обалдите, у них такой низкий шанс, что мы вам не горюй просто. А это православные фанатики, да? Ну, что будет, если мы православных фанатиков поддержим? Они стремятся распространить, уничтожить всех неверных. Слушайте, это круто на самом деле. Потому что, ну, когда мы Литву захватим, нам не нужно будет потом париться насчет того, что, ну, культура у них другая. Кстати, странно, что мы не можем русских националистов поддержать. Или можем? Так. Прекрасно, что-то я там провтыкал. Не там, не ту кнопку нажал, короче. Так, ну здесь у нас вроде и так все наше. А вот, тут что-то строится, национализируется. Кстати, да, давайте храм тут построим парочку. Так. Воу-воу-воу. Православные фанатики там просто тащат, нагибают. Ну, смотрите, они отбивают потю-тють. Все, видите. Ах, жалко, покинули они коалицию, к сожалению. Ничего не поделаешь. Вот я, кстати, что хочу. Так, наши отношения... А, видите, теперь когда до максимума доводишь отношения, то этот мэн не уезжает. Польша уже аж до 200 довелась. Довелась, довели. Так, здесь мы поддерживаем, здесь возвращаемся. Ой, 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 не та кнопка. Так, возвращайтесь. Посмотрим, можем ли мы еще поддержать. Да, видите, не можем. Риск раскрытия 4%. Это мы московских националистов, по-моему, поддерживаем, да? Да, или нет, погодите, кого мы там поддерживаем? Православных фанатиков мы поддерживаем. Вон они там тащат, нагибают. Все, сейчас эти будут сражаться. Ух, тут их много. Но, ничего, будем продолжать их поддерживать. Национальные идеи тут, бра-бра-бра. Своевание Константинополя. Нам для этого нужен престиж большой. И построим еще какую-нибудь полезную... Полежную, полезную ништячную штучку. Можно, знаете, как. Риск восстания-то все не то. Ну вот, конечно, вот это надо построить, чтобы доходы были больше. Но тут... Не, нормально, кстати, смотрите. Мы на это все дело административные очки используем. Но нам это надо. Конечно, вот это тоже было бы не кисло построить. Или 500-ку скопить и эти дорогие штуки строить. Штуки, Гошан, да ты просто мастер владения русским языком, я тебе скажу. Ой, ой, смотрите, какие у нас тут все союзнички-то нас любят. Любят. Давайте вот с ними тоже отношения улучшим. И все прекрасно. Кстати, просто мы тут тащим, нагибаем. Кстати, с Арменией... Ну, в перспективу можно. Просто если я улучшу с ними отношения, они предложат мне союз. В итоге надо будет его принимать. Либо ухудшится отношение. В общем, через этого дельного не получится. Не получится. Не получится. Так, Магулистан. Значит, на кого мы будем нападать? Мы будем нападать на Казань. Мы не будем нападать. Они, по-моему, стоят в коалиции. Да, против нас. Значит, плюс у нас перемирие. Закончилось. У-у-у! Войный союз, Тимуриды и какое-то там ханство. Ух ты! А, не-не-не. О, кстати, казахи это наши, ребятки. Это ж Казахстан, о господи. Надо их... Надо их спасать. Нагайская арта их контролирует. Нагайская арта получишь у меня по попке. Так, что тут есть у нас? Магулистан. Афганистан. Вот это, смотрите. Воюет с нашими противниками. Войный союз с Казани и Ираком. Давайте с ними улучшим. Может, тогда они не будут вмешиваться. В принципе, это не принципиально, вмешаются они или нет, но... Но лучше... Лучше все держать под контролем. Надо ковать железо, пока, говорю, еще доход от налогов до 605 года? Просто так? Эээ, класс! Побольше бы таких событий. Так, 33 у нас. По идее, у меня тут все модернизировано. Камерные... Да... Запорожские казаки, конечно. Мы их оставим. Оборонительные. Наступательные, конечно. Конечно, наступательные. И что? Собственно, осталось-то тут только и всего-то. У нас уже, наверное, сверхрасширение не такое страшное. Ох, восстание, конечно. В Челябинске, в Самаре. Как бы их обернуть-то всех в нашу веру. Истинную. В нашу истинную веру. Как бы их обернуть. Но тут, конечно... О! Отлично. Отлично. Что ты скажешь? Просто великолепно. Давайте еще их... В принципе, со временем татарская культура станет нашей национальной. Но... Знаете, вот этим... Эх, нетерпимость. Действующий миссионер... А, все. А действующего миссионера тут уже нет. Так что давайте. Должно быть уже не 14, а 0. Хе-хе-хе-хе. Отлично. Так, где у нас там еще самые жесткие меры? Патриоты татарской культуры. Это все понятно. А, сейчас здесь национализируется. Их будет меньше. Здесь тоже. Но вот... Видите, тут... Нам бы... Вот здесь, конечно, хорошо было бы их обратить. В истинную веру. Но... Это очень долго... Долго уйдет время. Лучше... Аудмуртия, кстати, у нас... Бум-бум-бум. Где-то вот здесь. Да. Ну, небольшое. Но зато, видите, ее недолго обращать. Всего... Только и всего 55. Но надо это сделать. Это лучше, чем ждать там 300. Не пойми чего. Так. Прекрасненько. Просто великолепно. Кстати. Нет, там уже есть что-то. Там уже что-то есть. Ну и вот это, конечно. 0.40. Пусть там строится. Воу. А, у нас тут идет оккультурование. С прусской культурой. Все дела. И что еще там? Что еще там? Все вроде. Стоимость стабильности. Вера и терпимость к еретикам. Кстати, мы вот это вот... Если примем, у нас очень хорошо поднимется... Вот, например, здесь, да? Видите? Нетерпимость. 3%. Но, что мы из-за этого потеряем? Доход от налогов. А, не-не-не. Стоимость стабильности. Пффф. Конечно, декларировать веру и терпимость. Вы че? Мы же Россия. У нас тут много... Как это называется? Конфессиональная страна. Предоставить им право свободно отправлять религиозные обряды. Ну, конечно. Как там? Нельзя, нельзя, чтобы... Пусть люди во что верят. В то и верят. Супер глубокая аналитика от дяди Гоши. Так, и получается у нас тут сейчас где-то на 3% все это дело упадет. Вау. Ах ты, заговорщик. Что-то там слева была невидимая кнопка. Я думал, может я нажму и мне дадут волшебный приз. Но мне его не дали. И расстроен. Очень расстроен. Так, здесь мы еще никого не отправили. Здесь у нас все организовывается. Здесь подавлять некого. Здесь... Пш-пш-пш. Здесь тоже подавлять некого. Ну, ладно. Печалька. Некого подавить. Некого казнить. И сверх расширения. Давайте глянем. Что-то я до него не дошел. Ну, кстати, чуть-чуть осталось, да? Сейчас. Мы закончим с этим. Вау, вау, вау. Не надо никого каз... 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 Казнить. Да, не надо никого казнить. Недовольство среди ремесленников. Ну, снизьте пошлины. Какие проблемы? Это же старые добрые ремесни... Ремесленники. Куда же без них-то? Все, здесь, получается, мы национализировали. Так? Да, сейчас 6% по идее должно упасть. Все, отлично. 6% осталось. И сверх расширения у нас все меньше и меньше. Скоро его совсем не станет. Кстати, что у нас с усталостью от войны? Я, по-моему, туда даже не вкладывал. Но она у нас и так уже до нуля упала. 32%. Риск восстания, стоимость наемников, все дела. Воу, воу, воу. Полегче, полегче. Ну-ка. Карательный отряд. Я хотел сказать. Проведите там мирную акцию. Ганга. Ганза. Ганза, проходи. Все. Окай-докай. Так, ну, конечно, потеря тут. Такие массы ходят туда-сюда. Слушайте, а... А, восьмерка тут. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Полоцкие. Полоцкие, Полоцкие. Православные фанатики. Давайте поддержим кого-нибудь. Походу, нас там раскрыли. Ой, тайна операции. Да, господи, тайна операции-то. Поддержать повстанцев. Вот эти полоцкие националисты, конечно, крутые. Националисты отзывают свободу для своих людей. Московские националисты только в Курске присутствуют. То есть, в принципе, мы можем сделать, чтобы тут был небольшой процент, но шанс их спам очень маленький. Патриоты. Во, во, во. Патриоты, это хорошо. Патриотов надо поддерживать. Смотрите. Захваченные провинции отложатся от вашей державы. Это понятно. Смоленск и Брянск. Ну, правильно, да. Вот эти вот две территории недалеко от нашей столицы. Это хорошо. А вот эти вот тоже могут отделиться, но не тут-то был. Кстати. Да, русские патриоты. И бла-бла-бла. Просто пусть у них больше шанс спауна будет. Выбрать провинцию. Тут, видите, по 10%, по 12%. Объявили войну державы Крим. Ребята, вы хуже момента объявить войну Крыму просто не нашли. В коалиции вы, по-моему, единственные, я понимаю. Да, и вас можно уничтожить. В принципе, я не знаю, может быть... Мне... Я не против воевать тут. А, слушайте, а пусть они действительно Крым попробуют захватить. Правда, я не знаю как. По-моему, это Крым им объявил войну. Если я правильно понимаю. И... Глупость какая-то. Какая-то глупость. Непонятная. Казань просит право прохода. Чтобы повоевать с Крымом? Конечно, согласен. Проходите, воюйте. А то сейчас Крым тут разрастется. Давайте там уничтожьте друг другу армию, а я потом вам обоим наваляю. Бахман. На почве религии сообщает, что событие конец беспорядков. Все, молодцы, они что-то там уладили. Православные фанатики тут сейчас будут восставать. И что они будут требовать? Что они требуют? Россия обратится в религию... Что? Ну это понятно. Престиж уменьшает. Фанатики кусуниты. Какие нафиг кусуниты? Вы о чем вообще? Фанатики суниты. А, это они защитники. Что? Какие... Пш-пш-пш-пш. Почему? Захвачены державы православные фанатики. Повстанцы. Суниты. Какой нафиг суниты? Вы о чем? Это вообще он ко мне переходит. Ну, ладно. У них то же самое, да? А что они хотят? Они хотят обратиться в религию. Ну, а что тут? Тут ты так православишь. Что-то я не помню. Что-то, короче, эта штука делает. Ну, в общем, пусть они там восстают. Они, наверное, хотят, чтобы православие стало их национальной религией. Что-то в этом роде. Так, а тем временем Казань тут хулиганит. А великий князь дипломат вернулся. Отныне обладает наша культура. Прекрасно. Прекрасно. Теперь у нас отличный налог. 25. Все чики-пуки. Походу, нашего там кого-то раскрыли, если я правильно понял. Скорее всего. Да. Ну, ничего страшного. Мы еще раз их поддержим. Кстати. Кстати, кстати. Русская культура. Видите, они там что-то, короче, примирили наших. Каким-то образом непонятно. Но я почему-то теперь их поддерживать не могу. Да, видите. А, вот, могу еще. Вот, патриоты. Русская культура. Больше поддержки им. Больше поддержки. Воу, воу. Да они побеждают, смотрите. Хорош. Красавцы. Слушайте, да у них и армии толком не осталось. Православные фанатики их с одной стороны поджимают. А с другой стороны, видите, тут русская культура тащит. Так, Челябинск. Так, Челябинск. Там, все, здесь национализировалась. Да, мне жрегинский совет управляет. Тут ничего не поделаешь. Ладно, давайте там. Украина, разберитесь с ними. Или могу. Вестернизация. Да, конечно, нет. Вы что, шутите, что ли? Меня устраивает восточная технология. Так, и... Воу, я выполнил задание. Колонизировать Нарьян. А где у нас Нарьян находится? Где-нибудь вот тут, наверное, да? Бум-бум-бум. Нарьян. О, кстати, смотрите. Теперь можно вот эти территории, наконец, колонизировать, потому что до этого они были недоступны. Класс! Ну, давайте, что. Колонизировать провинцию Нарьян. Видите, тут прирост населенцев. Короче, можно их быстро колонизировать. Так что давайте спасти наших братьев в Смоленске. Давайте их колонизируем. Прекрасно. Видите, то есть такой бонус просто быстрее будет колонизироваться. Вау! Господи, на минус два. Число династических братьев... А, из Орегинского совета, да. Ну, когда ты там повзрослеешь-то, мэн? 13 лет. Господи. Права неоспоримые. Общая династия. Босния и Литва. Так, Австрия разорвала на проход. Это ладно. Мне скорее нужно, чтобы Регинский совет закончился, потому что я не могу никого напасть. Как вы понимаете. Так, но могу захвачен державой русские патриоты. Так, меня опять раскрыли. Ну и мы опять пошлем там мутить-тутить. Так. Так. И у нас, наверное, уже максимально, да? С этими 99, 97... Пш-пш-пш-пш. Нет, еще можно. Ой. Еще можно. Савоя, конечно, проходите. Не стесняйтесь. О, там тоже какие-то восстания идут. У Польши. Ну да, я, по идее, войну не могу им объявить. Пш-пш-пш-пш-пш. У вас нет... Ну да, Регинский совет. Господи, когда же он закончится? У меня легитимность падает жестко. Так, это все ерунда. Доход от налогов. За счет стоимости и стабильности. Это же ерунда какая-то. Так, храм. Давайте где-то тут еще можно... Храмчики. Ну, они, видите, что-то мало тут приносят. А вот это вот поместье хорошо может приносить. Медь, железо или зерно. Ну, давайте, конечно, железо и медь. Где у нас тут побольше? Сорить их вообще, да? Дичайший доход 4,6. Давайте вот тут возьмем. Производство. Да, вот это, кстати, крутое вложение. И меньше административных очков надо тратить. Так же давайте каждую пятисоточку. Куда надо вкладывать. Смотрите, Крым-то там разошелся. Разгулялся. Так, а что у нас тут? Отношения у нас чуть падают, но мы их восстановим. И, по идее, сможем их присоединить к нам. Вассалам они согласны стать, но нужно 190. Для этого давайте Норвегия, мы можем улучшить еще на 11, а вот тут на 2, да, только. Давайте тогда вот отсюда вернем чувачка, нашего дипломатического. Дипломатический чувачок. Воу, воу, воу. Стоимость пехоты, кавалерия до 603 года. Ладно. Пусть будет так. Так, стоп отношения. Улучшить отношения. Прекрасно. Улучшаем отношения. Пусть у нас один дипломат останется. О, престиж. Обожаю престиж. Сладенький престижик. И теперь надо вот в Норьяну послать. Что? Слишком далека и негостеприимно для колонизации? Что значит? Пш-пш-пш. Что значит далека и негостеприимно? Уничтожить! А почему? Непонятно. А что не так-то? Господи. Скоро прекратили улучшаться, это хорошо. Давай, возвращайся тогда. А почему я не могу? Подправить сюда. А сюда могу? Сюда могу. А почему сюда не могу? Время... А, колониальная дистанция маленькая. Так, наверное. Жжжжж. Бум. Unexpectable. Unexpectable. Ну, как нам ее увеличить, эту дистанцию? Где-то, наверное, надо какую-нибудь идею создать. Да, вроде тут и так у нас все чики-пуки-бом-бом. Ох уж эти лысые мартышки. Как бы с ними поступить? Нет религии, это понятно. Господи, как же мне тогда ее... Ну, тогда я задание не выполню. Наша колониальная дистанция... 192. Ну, в чем проблема? Эта область слишком далеки и негостеприимна. А, ну правильно, неколонизируемая земля. Подождите, а как же я тогда выполню задание? Вы что, прикалываете, что ли? Основать? Ладно, политика не вмешательства. Местная торговая. Числорик. Давайте доход от налогов. Так, это странное дело. Ведь я должен ее колонизировать, но... Нарьян же, правильно? Да, Нарьян. Но она далеко находится. Не знаю, может, я себя туда приведу в АСК, а то что-то изменится. Так, вы вернитесь. Сколько тут уже? Господи, Манчжурия там точно гибает. Ну, что, сколько тут получилось? 186. Ладно, давайте им... Что это такое? Назначить субсидии? Нет, не надо. Давайте им подарочек отправим. Вау, вау, вау. Сколько у нас там? 180... А, ну нам 6 и надо. Давайте им отправим. Ну, давайте им побольше дадим. И теперь можно им предложить стать нашим вассалом. 602 год, 5 ноября. Отлично. Просто великолепно. Все, погнали. Становиться вассалом. О, кстати, Литва. Опять раскрыла наш заговор. Господи, что с ними делать? Патриоты. Ух ты, нифига себе, русская культура. Смотрите, уже там огромный процент у них. Мало того, что огромный. Они там, ну правильно, фанатики их разбивают. А эти тут вовсю просто бунтуют. С русской культурой. Так, их требования. Престиж уменьшится. Либо риск восстания на 2% до 26-го. Ну, целый год продляется. Но их требования справедливы. В конце концов, терпение аристократов лопнуло. Не, ребят, вы чё? Офигели что ли? Я вас всех убью. Если чё. Если чё послучится, я вас всех убью. Я добрый царь. Так, храм. Не-не-не, не храм. Давайте 500 копить. Так, Норвегия тут пришла. Своя огромная армия. И здесь мы, получается, всё прекрасно. Они теперь наше вассальное государство. Но мы, по идее... Бум-бум-бум. Их пока... Нам бы неплохо их, конечно, присоединить. Господи, Кошан. Вынудить... Так, аннексия. Но только в 12-м году. Через 10 лет мы сможем их присоединить. А пока пусть они будут нашим вассалом. Запорожье, Азов. Так, эти тут воюют. Господи, когда же ты там вырастешь-то, сынок? Странно, настолько дипломатических... Ой, этих... Династических браков. Что у нас должно быть очень много, на самом деле, этих... Должно быть очень много... Ну, большой шанс, что появится наследник. Но, видите, почему-то у нас умер один. А, ну, в принципе... Не, ну, правильно. Это самый старший сын был у нас. Да, и он до сих пор, видите, 14 лет ему только. То есть не было взрослого сына. По какой-то причине. Поменьше надо в армию ставить, Гошан. И будет-то все в порядке. В армию генералам, я имею в виду. Так, и легитимность у нас падает очень сильно. Так, о, господи, у нас уже их два. Так, давайте тут... Ну, ведь сюда мы пока не можем. Хотя шанс высок. Давайте туда вот двигаться. Так, отправить сюда. И давайте еще какую-нибудь... Тут три, тут два, да? Давайте туда, где три. Так. Давайте сходите сюда. Вырежьте всех. Не стесняйтесь, улыбайтесь. Господи, перевод Библии. Священнослужители из города Нарим перевел Библию на наш язык. Осталось распространять копию в последней деревне провинции Нарим. Еретик, сожгите священника вместе с его книгами. В общем, у нас Папская область, Польша, Испания, Швеция... А, Швеция ухудшит. Великолепная новость распространять эти Библии в соседние регионы. Значит, Польша ухудшит. Испания ухудшит. Папская область ухудшит. Но со Швецией мы улучшим. У нас со Швеции... Не, кстати, нормальные. Ой, какая область? Нарим, да? Вообще-то оно на английском непонятно. Нарим. Это где-то... Да неважно, где это, Гошан. Держава, да. То есть, либо хуже со Швецией, да, но с Папской области, Польшей, Испанией. Испания мне вообще не далась. Польша, да, согласен. Польшу было бы хорошо нормальные отношения иметь. Так, невежественный монарх это исправится. Бездарный правитель это исправится. Конкурент, это понятно. Соседи. Уннад и та же династия. Но... Ну, я даже не знаю. В общем, пускай они тут останутся. С Польшей, ладно. Худше будет с Папской областью, ну и... Пф, ладно. Какая мне разница на Папской область. А вот со Швецией мне надо поддерживать отношения. Так что... Распространяйте эту Библию среди соседей. Все знаете, как она тут отразится. Благодарная. Вот так это. На 10 лет мы с ними улучшили отношения. Так, и... Эго, здесь сибирские националисты. Что с ними делать? Убить всех! Уничтожить! Так, а если я вот тут... А, да тут убивать-то некого. Колониальной дистанции нам не хватает. Так что давайте это задание отменим. Потому что, походу, мы ее никогда не выполним. Шансы населения, это все, конечно, круто. Подставили меня. Своими незаселяемыми. В общем, 5 лет мы ничего не сможем тут делать. Так, ладно. Что нам надо-то еще? Он уже вырос царь! Господи, Кошенко. Даже это все случится-то с нами. Кстати, у нас тут есть дипломатические очки. У нас, по идее, мы по дипломатии очень сильно отстаем. О, смотрите, да мы тут, по-моему, все уже... Все нормально, мы тут все сделали уже как надо. Давайте тогда вот это развивать. Либо тут экономить... О, кстати, да! У нас же тут экономические идеи шикарные есть. Вот, например, стоимость зданий, да? Минус 20. Либо вот снижение инфляции, там. В общем, все шикарно. Стоимость снижения инфляции. И давайте вот это вот изучим. Колониальная дистанция! Господи, зачем я отменил задание? Зачем я его отменил? Глупость-то какая, Гошан! Сейчас бы, наверное, мог бы взять ее. А, нет, смотрите, все равно бы не мог. Фух! Странный пол для радости, но... Ладно. Так, а у нас там, кстати, склад будет сух... Да, надо развивать дипломатические технологии, а то что-то я сильно отстал в них. Очень сильно отстал. И... Главное, чтобы мне поскорить царь. Есть, Рюрикович! Вспомнишь тебя, вот и ты. Сына у него, наверное, нет, да? Может, младший Блад? Блад. Блад, младший Блад. Можешь сменить тут... Смотрите, доход от вассалов, число рекрутов. Зато у нас риск восстаний и необоснованные требования. Вообще прекрасно. Лучше не придумаешь. Ну что, ребятки? Пора воевать. Как вы понимаете. Оу, смотрите. Освободить одну из ваших колониальных автономий? Зачем? К чему такие глупости? Так, эээм... Генерал у нас есть, какой-никакой. Кстати, мы можем, наверное, вот это даже улучшить. Не, ну мы тут очень сильно по военным технологиям. Впереди идем. И... Так. Давайте воевать. Только поймем с кем. Значит, Казань у нас в союзе с узбекским ханством и тумириадами. А Крым у нас ни с кем вообще не связан. Давайте Крым сокрушим. Ибо... Это лучше, чем Испания ее сожрет. Правильно? Да. А бить войну. Провинция. Господи, до завоевания. Потому что у нас тут на все есть... Как это сказать? Ой, да кстати, она вообще даже наша... Конечно, она наша... Мы на нашу территорию, потому что нажмем. Воу, тут, смотрите. Точно. У нас же была тут война. Точно. Они забрали эту территорию. Я помню, помню. Так, Кубань. Кубань! Господи, смотрите, где она? Если мы ее не заберем, ее заберет Османская империя. С другой стороны, территория нас временно будет спасать. А давайте посмотрим по торговой карте. Ух ты, ешкин-матрешкин. Вот это вот ценный регион. Неудивительно, что его взяла Испания. Мы заберем, конечно, со временем. Но сначала Запорожье. Запорожье надо отбить, да, согласен. Еще Донна. Донна? Что за Донна? Не знаю. Тамбов. Тамбов надо отбить. Вообще-то никакой разницы нет. Но давайте Тамбов отбьем. Призыв союзников. Никто не согласится. Но нам и не надо, собственно. Так, войну мы объявили. И Польша. Тут куча, кто с нами сражается. Разумеется, русинская культура. Ну, видите, она не русская, но русинская. Поэтому они с нами в восточнославянскую группу входят. А белорусы, видите, желтые. Ну, то есть, тоже. Она, как бы... Для них, видите, не основная, поэтому желтым горит. Но она входит в восточнославянскую группу, поэтому это тоже, как у нас говорится, братские народы. Так, ну что, Total Annihilation мы устраиваем. Воу. Великий Аз, активируем модификатор военное время? Да ладно. Мирное время. Воу. Смотрите, как они прикольно сделали. Раньше, по-моему, такого не было. Значит, доход налогов теперь у нас меньше, но защита крепости теперь больше. Пф. Круто. Откуда это взялось вообще? Ну да ладно. Откуда-то это взялось. Это прикольно. Чем больше тонкостей, когда уже игру знаешь, более-менее, тем лучше. Так, хорошо. Что? Оу, мы там кого-то нечаянно уничтожили. Ну, у меня все такое случается. И что еще-то, кстати? Тут все, да? Украина, все. Здесь лучше на отношения. Вообще, что тут можно им сделать? Нас только с каждым годом все лучше и лучше будут. Да, за счет... Видите, раздражение упадет. Вот невежественный, бездарный правитель. Вот это все упадет. Наконец-то у нас легитимность. Кстати, все равно низкая. Чужеземная династия? Пш-пш-пш-пш. Что? Личная уния... Нет, стоп. Почему? Почему? Почему у нас легитимность? Чужеземная династия. Является старшим партнером. Общая династия. В чем проблема-то? Рюрикович всегда был нашим парнем. Вы что, ребят? Ладно, пусть она падает. Не знаю, как ее увеличить. Но мы что-нибудь придумаем. Я надеюсь. Иначе тут все хуже и хуже будет. Может, больше... Ой, больше династических браков заключить. Ладно, сейчас нужно вот об этом беспокоиться. Воу, мэн, серьезно? Мы можем выбрать армию. Так, разделить. Давайте вот так. И вот так сделаем. Так. И начнем войну. Стоп. Куда тебе, сынок? Пензу, Савити, решил этот хулиган занять. Все, этого мы кокнули. Но пусть взвозьмет Пензу. Фиг бы с ним. Мы все равно за нее не сражаемся сейчас. Так, защитник Веры. Это, конечно, круто. Престиж, усталость, боевой дух, миссионеры. О, миссионеры, кстати, смотрите. Ну, кто? То есть, как бы, православие у нас где? Православие у нас, кстати, Армению и Боснию придется защищать. Что, в общем-то, не проблема. Да? Ну, вот с Арменией, да, нам, скорее всего, придется в нее вмешиваться. Ну, не в нее, а как бы за нее. Ну, зато у нас будет дополнительный миссионер. Да, это дорого, но, слушайте, и престиж хорошо, да? Усталость от войны, боевой дух. Короче, все, нам это надо. Но главное, это дополнительный миссионер. Который в данный период нам весьма полезен. Весьма полезен. Так, кто там? Тирюль? Милюль? Ладно, проходите. Так, господи, где там это? А, вот. К нам пришел Псков. Помогать захватывать. Давайте выберем армию. Здесь кусочек оставим. Кстати, кого он оставляет? Господи, зачем так много? Ну, ладно, пусть будет так. Польша помогает взять Запорожье. Отлично. Так. Вот так. Нет, стоп. Вот так, вот так, и вот так. Все, походу. Самара пусть останется. И Пензу возьмет себе Казань, да? И мы потом отберем ее у нее. В Казани, разумеется же. Вот, а пока давайте Крым возьмем. Так, как, кстати, к этому отнесся вот этот вот парнишка? Захват провинции соперник. Вау, вау, вау. Просит помощи. В Басинское завивание провинции против Папской области. Папская область, да. Какую пабусь ничего нахочет? Абруцио. Ага, вот это она хочет, да? Держава находится со следующими. Область находится в союзе с Пафальцем. А где у нас Пафальц? Так, ну, думаю, что-то не очень известно. Ну, давайте согласимся, потому что, во-первых, престиж не хочу терять. А, во-вторых, мне от этого ничего не убудет. Босния пусть расширяется, я только за. Вот. Плюс, может быть, мы потом сюда придем, что-то сделаем. Я думаю, все равно мы сейчас воюем, правильно? Так что нам без разницы усталость от войны. А вот улучшить отношения с Боснией, знаете, тем более у нас та же самая религия. Это хорошо, потому что чем сильнее Босния, тем меньше у нас проблем будет вот здесь. Так что давайте с ними воевать. Тем более, кстати, Польша, наверное, им поможет в чем-то. Так что давайте посмотрим. Пальц, вот ты где вообще? Королевство Пальц, видите, одно всего. Но оно же не это самое, да, оно не это самое. И, да, видите, с этими у нас не ухудшаются отношения из-за этого. Ну, конечно, с Папской областью, но мне вообще без разницы на них. Пусть там что хотят, то и делают. Это их собственное. Собственно, их дело. Так, здесь мы сейчас захватываем. Польша нам сейчас тут поможет. И дальше мы двинем. Давайте сначала с этими разберемся. Пензу они, наверное, отожмут у них. Выиграла осаду Тамбова. Прекрасно. Так, ну и что? Собственно, давайте куда-нибудь сюда встанем. Или я даже не знаю. Так, это мы тоже выиграли. Все, больше уже нет, да, территории Запорожья сейчас возьмут. Так, Псков, Россия, Польша. Так, здесь вы вообще прокормитесь? Да, сто процентов. Сто процентов. С учетом финской армии. У нас тут финская армия. Мы обнаружили, Ганза разорвала соглашение. Да ради бога. Так, тут мы уже выигрываем что-то. Кстати, раз такие дела, давай-ка ты управляйся там, помогай куда-нибудь туда вот. А, мы не можем, видите, нам негде тут пройти. Непонятно вообще, как Босния собирается их выигрывать. Нет, это вот большой вопрос. У них должен быть флот мощный. А, ну, смотрите, Босния-то вообще молодцы. 24 у них флот. Папская область всего 8. И что, кто-нибудь присоединится к ним? Да никто не присоединится. Занять Абруцио. Если они тут возьмут, это вообще будет эпично. Если они на Неаполь двинут, это вообще будет круто. Босния тащит. Так, ой, смотрите, османы вот тут начали продвигаться. Бедные мамилюки, наверное, их разорвут на части. Но нам надо тоже не тупить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Во-первых, Гошан, давай-ка ты сюда пошлёшь. А, мы эти поддерживаем до сих пор. Правда, толку от этого никакого. Пока что. Всё, культура здесь. Ну да, видите, у них очень низкий шанс восстания. Но он есть. Здесь у нас греческая. Так, и кстати, у нас же тут... Давайте их поддержим. Мне, конечно, выгоднее воевать с... Так, давайте глянем, кто у них здесь. 3% националисты. Какие? Какие националисты? Господи. Трапицупицуцы. Давайте к ним и поддержим. Чтобы... Ну, вы понимаете. Вау, кстати, а у Польши, кстати, тут может ходить. Любопытно. Союз у них с Литвой. Это очень интересно. Они явно на нас готовят покушение, но... Как только мы на них нападём, Литва может отказаться, помочь. А если согласиться... Привет, Псков, привет, Польша, привет, Украина. Ба-бах! И всё, и конец им. Да, у них, видите, только... Да, слушайте, это интересно. Я думал повоевать тут, но, скорее всего, я всё-таки вот здесь разберусь. Пока есть возможность. Ну, ещё посмотрим. Может, тут что-то как-то по-другому будет. С этим, кстати, не голодают. Вообще. Вообще не голодают. Крым взят. Держава и Россия. Что? Войный союз Франции? У нас его не было? Господи, я думал они у нас есть. Да, конечно, согласен. Вы чё? Я понимаю, что мне это тут дорого обойдётся, но... Не проблема. Вы знаете. Хо-хо-хо! Франция тут уже просто Нидерландов на части раздирает. Так. Ну что? Последняя, по-моему, у них провинция осталась. Крым. Ты чё? Подожди. Чуть-чуть. Сейчас я тебя... Закончу. Стоп. Престижи, либо административный. Ну... Вообще, престижи у меня, конечно, тут сейчас прибавятся. Влиять на члены нашего правительства обеспокоены. Некоторые предложения изменяют государство. Они требуют установить эти разумные реформы, положения... Ну, давайте их игнорировать. Или принять требования. Ну, в принципе, сколько нам? Пять месяцев? Да, давайте примем. Не хочется мне престиж терять. Всё, да? А чего они не согласны-то? У них, наверное, ещё нет этого самого, да? Вот этого вот. Пенза. Захвачена держава Казань. Давайте вот это вот отобьём. Они угрожают торговле. Мы получили повод для войны. У нас ещё и повод для войны, господи. А чё мы можем продемонстрировать силу? Да, ну, видите, мы не можем... Если мы вот это возьмём, мы кучу престижа получим и прочее. Но мы не сможем занять провинцию себе. Другой страны, если мы... Ха-ха, отлично, завоевание. Видите? А эти... Видите, эти земли... Мы на них претендуем. До... 605-го года, кстати. Обалдеть. Это значит, нам надо до конца этого года им выдвинуть претензии. У нас осталось 20 дней, господи. Я надеюсь, что они перенесутся на следующий год. Что? Да, видите, они переносятся. Теперь они до 1 февраля. Фух. Я уже думал, потеряю претензии. Кстати, у меня и здесь, получается, претензии. Здесь претензии. Вот здесь только нет. Короче, круто играть за Россию, я вам скажу. Куча претензий на всё подряд. По-моему, я их... Может, я когда-то их контролировал, даже не знаю. Так, ну чё? Собственно, чё-то надо-то от Крыма. Давайте посмотрим. Значит, видите, это претензии мы имеем. И поэтому у нас сверх расширения чуть поменьше будет. Но, конечно, полного присоединения мы не увидим. Гадалки, не ходи. Золотую Орду, да, конечно. Будем её освобождать. Вернуть национальные провинции. Либо просто провинции. Вернуть национальные провинции. Видите? Сверх расширения нет. То есть мы можем вот так вот сделать, да? Как бы вот так вот. А можем вернуть национальные. Что удивительно, что... Ну... Так, погодите. Держава... Крым отдаёт провинцию... Подождите, что за ерунда? А, видите, мы можем другой стране отдать. Ага. Вот такие дела, значит, да? Я думал, они нам могут отдать. Понятно. Не могут. С Касимов, господи. У них больше никаких отношений нет. А, нет, это не то. У них вообще... Где отношения-то какие-нибудь есть? Неважно. Так, вот это, конечно. Воу-воу, а что это я тамбов-то не могу забрать? А, это столица. Господи, а какой у нас повод для войны вообще? Взять, занять провинцию тамбов? А, я, наверное, имеется в виду, что по-любому её возьму. Может, это имеется в виду? То есть, как бы тамбов... Нет, смотрите, ничего подобного. Я не могу её занять, потому что это столица. Ой, жесть. Так, ну, давайте вот эти вот территории возьмём. Все, кроме Кубани. Видите, нам Запорожья не хватает. Но вот это мы можем взять. Пензу мы не можем, потому что её Казань захватила. Давайте, может быть, посмотрим, что у Казани какие. С узбекским ханством. Я думаю, мы можем объявить войну Казани. Так. А, у нас повода нет. Да ладно. А почему? Они же азиатская страна, разве нет? Слушайте, может быть, если мы этим объявим войну... Пре... Подожди, демонстрация. Превосходство. Не, погодите. А с кем у них союз? Давайте взглянем. У них союз с узбекским ханством. Вот с этими. Мы им поможем просто... Да, колониальную диспанс... Дис... Штучку объявить. Казань, Ирак, Эбенглющ, Рэнд. А можем просто здесь забрать территорию. Так. А, нет, смотрите. Могу я... А, это Кубань, да. Так, нам не хватает тут. Даже дело не в счете. Но, ладно. Давайте вот тут, чтобы 100% было. Постараемся отбить. Сейчас, погоди, кроем чуть-чуть. Все, да, 100%. Прекрасно. Воу-воу-воу-воу-воу. Очистить предложение. А, я думал, полное присоединение возможно. Конечно, невозможно, Гошан. Ты что? Шутник, что ли? Так. Ну, вот это мы, конечно, оставим. И вот это оставим. Или как? Давайте посмотрим по счету. Кубань вообще неохота брать. Давайте самые дорогие захватим. Вот так вот. И... Ну, конечно, здесь не хватает. Может, Запорожье возьмем? А вот эту самую дешевую... 26. А, она и есть самая дешевая. После Кубани. Ну, ладно, тогда вот так сделаем. Золота у них нет. Новая держава никак. Претензии на Касимов. Да, пусть они уйдут. Чтоб там не было всяких националистических идей. И... Русский вассал. Это любопытно. Но они, конечно, нам не нужны, как вассалы. Так. Ну, все. Да здравствует сверх расширение. Получили мы престижи. Получили мы... О! 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 Видите, из-за престижа у нас плюс пошло. Так. Так, ладно. Давайте тут куда-нибудь вернитесь. Как у нас осталось от войны? Вообще почти нет. А, у нас только в минус она идет. Мы готовы воевать бесконечно. Но нам нужно национализировать тут все просто. Сколько это времени займет? До десятого года пять лет займет. Ладно. Надо быть готовым к тому, чтобы тут всем раздавать. И можно, знаете, что? Можно повоевать... А, у нас дипломата нет. Можно повоевать с этими. Раз такое дело... О! Новосоветничек. Ммм. Писов Кенди. Прирост отношений... Ой, как дорого-то. 24 в месяц. Вы что прикалываетесь? Это, конечно, круто тут плюс три иметь, но... Дипломатическая репутация. Это, конечно, все круто, но очень-очень они дорогие. Просто очень дорого в месяц я имею в виду платить. Так, число рекрута. Содержание армии. Неплохо, кстати. Ой, да у нас тут уже почти лимит. Скоро будет доход от налогов. Смотрите, эффективность производства. Либо доход от налогов. Измене престижа. Вот это вообще хорошо. Плюс один. Да. Но давайте доход от налогов возьмем. Одиннадцать будем платить. Но зато у нас будет административных очков больше. Они нам нужны. Так, и здесь, конечно, вообще очень сильно все это вперед уходит. Я даже думаю, можно тут как следует топнуть ногой. Здесь вот сорок. Да, надо было, конечно, знаете, что делать? А, может... Нам нужно четырнадцать, да? Да, видите, мы тут экономические идеи взяли. Дворянство у нас открыто. Да, военных не хватает. Вот это круто, кстати. Стоимость технологии минус десять. Ух ты, Ёшкинка Клюшкинка, круто. Ну, давайте, да. Давайте тут всем надаем по шапке. Чтобы не париться на этот счет. Чтобы нас сверх расширение особо не пугало. Так. Ну вот, в принципе, основные территории. Касимов наш. Это мы все разберемся. У нас тут пока перемирие. Где там... Ух ты, Ёшкинка Клюшкин. Здесь сейчас все это дело закончится. Где там самые большие восстания? В Удмуртии. Ну да, сейчас это там закончится. Ну ладно, не будем тратить военночки. И давайте сюда войска стянем. Потому что надо будет сейчас воевать с Крымом. Крым, вступай в войну коалиции. Господи, да вряд ли они в нее... Что-то им это даст. Вау, численность населения в провинции увеличивается. И административные очки за 400. Вообще отлично. Ну да, да, это, конечно, много. Тут я потеряю золото. Но вообще оно раз встал стоит. 50 административных очков. Это 5 месяцев. А 500 голды это больше месяцев. Так что давайте потеряем. Во, отлично. В Удмуртии. Сейчас ты успокоишься очень сильно. Я уверен. Даже, наверное, можно будет не менять культуру. Так, объединимся. Тут все еще дорогие. Что ж, как это ни странно, давайте воевать с Испанией. Ой, смотрите, они... В Венгрию, да? У них военный союз. И с Литвой. Ну, Литва-то это ладно, это все ерунда. А вот... А вот Венгрия... Какого лешего они вообще с ними? А, это не Норвегия, это Венгрия. Все, я понял, у меня с... Кстати, да... Ну, что там с войной-то идет? Как вообще? Нормально все у вас? Я присоединился, но, понимаете... Вы же знаете, все дела. Вы там сами справитесь. А мы пока тут с этими разберемся, давайте. Нефигом. Тут было. Ну, конечно, за Крым. Гадалки не ходи. Как я понимаю, Крым как раз является... А, нет, смотрите. Кафа является. Но Кафу мы тоже заберем. Давайте сначала... Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Это будет война непростая. Надо заметить. Кафу мы заберем, да? И Крым заберем. Ну, давайте сначала так сделаем. Призывать союзников. Украина согласится, кстати. Так, Франция не согласится. Босния не согласится. Оу. Так, призывать союзников. Я просто боюсь, что, может быть, у нас отношения ухудшатся, если кто-то не согласится. Так. И... Стоп. Сибирь, господи, что вы там делаете вообще? Так. В атаку. В атаку. Командующего нет, господи. Возьмите кого-нибудь. Командующего. Так. 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 Украина. Давай. Стоп. 62. Господи, давай куда-нибудь там. Из Норвегии. Скорей прибывай. Союзы. К оружию. Давай, быстрее присоединяйся к нам. А, видите, нам дипломат не нужен, чтобы это делать. Усталость от войны уменьшится. Будет получено подразделение казаки. Будет получено наступательные мушкетеры. Что? Поддержка дворянства. Круто, ребят. Да вы молодцы. Где вы там? Да, вот видите. Прям вообще прям... Польская армия. Ништяк. Ништяк. Так. Эти националисты там вовсю хулиганят. Давайте ставим тут небольшой отряд. И... Так. Украина присоединилась, да? Смотрите, Литва, кстати, тоже решила повоевать. Давайте сначала с националистами расправимся. Тут отобьем территорию. Я огорчен. Так. Давайте. Господи, какие они живучие. Так. И оставим тут небольшое подразделение. Сами двинемся уевать с... Ну, вы поняли. С Литвой. Так. И... Че еще-то? Че еще-то? Да, надо отправить тут поддерживать. А, все, мы и так поддерживаем патриотов. Так. Да, видите. Патриоты тут могут восстать. Есть шанс. Так что вот эти две территории мы, наверное, потом возьмем. Или давайте сразу вот эти вот возьмем. А потом разберемся с ними. А, да. Ну, конечно, разумеется, что Украина согласилась. Потому что с Литвой ей не терпится повоевать. Так, Псков. Тут, короче, в Украине свои проблемы сейчас будут. Мы этому поспособствуем. Так. Надо возвращаться, конечно же. О, че тут наша армия делает? Нормально? Так. Польша. Давайте в Москве объединимся. А то пока Литва еще... О, сюда давай. Так. Тут мы всех вырежем сейчас. И давайте... Нас раскрыли. О, нет. И что нам делать? Господи. Так. И у нас куча дипломатов. Так что давайте продолжим тут поддерживать повстанцев. Вот так вот. Деньги есть. Тут мы можем все изучить. Ну, опережаем время, как обычно. Как обычно. Такой крутой вообще. Так. Казань это ерунда. Крым ерунда. Давайте с Польшей улучшим отношения. Дабы... Дабы почему бы и нет. Так. С Францией, кстати, тоже было бы неплохо улучшить отношения. Да, и все. Дипломаты нам пока не понадобятся. Какое-то время. Кстати, Литва, видите, от своего действия... О, Венгрия к ним присоединилась. Ничего себе. Венгрия. Ну вы вообще получите по шапке. Кстати, а Босния-то... Что-то я... Ну, они бы не согласились, короче. Хулиганы. Хорошие новости. Отлично, отлично. Все прекрасно просто. Так. Я думаю, Испания тут не скоро нарисуется вообще. Если чё. Война, война. Новый советник. Блям, блям, блям. Это всё очень дорого. Так, давайте, знаете чё. Ну хотя ладно, золото ещё придержим. Пусть будет. Челябинск. Господи, почему? Где, где, где Челябинск? Почему Челябинск негодует? Я не понимаю. Так. Бум-бум-бум. Давайте посмотрим. А, ну конечно они негодуют. Давайте их усмирим. Тридцаточкой. И тут новых заданий нет пока. Это всё тоже нам не годится. Строить мы ничего не будем. Всё, нормально. Погнали. Воевать. Татарская культура тут восстала во всё. Давайте оставим тут небольшой отряд. Сами двинем. Помогать. Так. Так. Смоленск. Какой у вас шанс восстанет? Видите, шансы растут. Могилёв. Давайте Могилёв возьмём. В какую Могилёв возьмём? Надо сначала вот этих дать отпор. У них тринадцатый уровень технологий. А у нас уровень шестнадцатый. У них правда хороший предводитель. Александрос. Да? Но он торговец. А у нас, кстати, кто? Тут видите, какая-то новая фишка появилась. У нас, например, ЧЕЛОВЕК. Правитель является человеком. Слушайте, а может здесь как-то можно выбрать? Нет. Нельзя, походу. Походу, что нельзя никак тут выбрать пока что. Ладно, надо действовать, пока Швеция не присоединилась к этому кровопролитию. Воу, мы что-то проигрываем. Странно. Надо это исправить. Так. Давайте пока... Да, вот это надо отбить. Я думаю, моя небольшая армия их сможет разбить. А если не сможет, то и ладно. Чё-нибудь придумаем. Давайте они не пытаются отступить. Был раскрыт во время заговора. Какой династический брак? Во чём? Кстати, забавно. Мы можем с ними заключить династический брак. Так. Давайте сначала вот так вот сделаем. Так. Бум-бум-бум. Да, давайте всё-таки не будем рисковать. Сейчас. Подожди. А, всё, мы тут разбили. Всё, давайте. Потеряем ту провинцию, но ничего не поделаешь. Так, так. Ты только давай через нашу территорию иди. Нечего тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Воу. Круто. Больше там ни на что не претендуем. Так. Всё, походу они сейчас захватят тут всё-таки. Так. Так. Быстрей. Или нет. Да, скорее всего захватят. Не, не успели. Не успели. Сейчас мы вам надаём. Наши. Воу. Что? А Польша такая, не. Мы не хотим. Какого лешего? Польша, ты чё? Ты же за нас вроде, разве нет? Нет? Да, за нас. Почему он не атакует их? Ой, как у нас тут много. О, господи. Кошан. Нужно больше этих самых. Видите, мы всю пехоту здесь оставили. Блин. Отступаем. Отступаем. Так. С Польшей мы достигли максимального предела в отношениях. Чё у нас чуть-чуть швечий. Давайте тоже поулучшаем тут. Пусть будут. Да, слушайте, без пехоты тяжко придётся. Давайте построим... Что? А, это баг. Надо перезагружаться. Субтитры подогнал «Симон»